Матрица Центральных Газет Тираж, четко следовавший идеологической линии партии правительства газеты «Правда», к тому времени достиг 10 миллионов. И теперь «Правду», с гордостью констатируют авторы сюжета, день в день с москвичами будут читать и красноярцы. На юге В совхозе «Россия» подросли хорошие поросята. О буднях передового хакасского свинаря Михаила Байко. Прежде чем передать 2200 своих питомцев откормочную группу, Михаил Иванович Байко тщательно проводит их взвешивание. Надо сказать, что стилистика показа села того времени была, видимо, списана в фильме «Свинарка и посту». Идиллическая пасторальная картинка «Свинари в костюмах и шляпе» и «Розвощеки чистенькие поросята». Дорога «Красноярск-Дивные горы». Ее бетонный хребет должен принять огромный поток грузов, необходимых строительству первой гидростанции на Енисее. Сюжет о том, как строилась автострада к створу будущей плотины на Енисее. К тому времени главные работы по строительству были механизированы. Ну и, конечно, высокие темпы достигнуты во многом благодаря передовикам Петруков-Бассей Геннадию Гусакову. Первый кубометр бетона, водосливную часть плотины Красноярской ГЭС, будет уложен в августе этого же 61-го года. На летних выпасах Карасукского совхоза в Хакасии успешно используются передвижные доильные установки. Передвижная доильная установка и механическая дойка позволили закрепить за дояркой более 30 коров. Два раза больше прежнего. Теперь лучшие доярки совхоза надаивали по 10-11 литров с коровок. Повысились надои, значительно снизилась себестоимость молока, облегчился труд доярок. Таков результат использования передвижных установок в сочетании с круглосуточной пастьбой коров. Девногориц Евгений Шепелевич все свободное от работы время вместе с семьей проводил на природе, где с натуры делал наброски. В своих творениях Евгений Александрович впоследствии отразил по сути все этапы строительства Красноярской ГЭС и города Девногорска. Центральная тема работ талантливого художника-любителя – строительство величайшей в мире Красноярской ГЭС, Разбуженные человеком тайга Преображение Сибири Если вам удалось кого-то или что-то на этих кадрах идентифицировать более точно, звоните к нам по телефону 200-00-65. Наталья Кичина, Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова